МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двойной теракт в Таиланде. Кто заложил взрывчатку в курортном торговом центре? Беспорядки с участием радикалов и более 30 задержанных. Так, сегодня в Киеве прошел день победы. В центре столицы перекрыли улицы, усилили меры безопасности. Пройти в парк вечной славы к могиле неизвестного солдата можно было только через металлоискателей и досмотр спецслужб. Но и это не спасло от провокации. Все подробности у Александра Васильченко. У парка славы сегодня многолюдно. Несмотря на усиленные меры безопасности, металлорамки и осмотр полицейскими при входе, почтить память погибших во Второй мировой собралось несколько тысяч человек. В сопровождении ветеранов и первых лиц государства Петр Порошенко возложил цветы к вечному огню. Со слезами на глазах уже который год День Победы вспоминают ветераны. Я горюю за теми, сколько ушло украинцев. На мотоцикле приехали наши. Он сказал, что мы отступаем, ждите, мы вернемся, все равно вернемся. Это впечатление у меня сохранилось на всю жизнь, что уверенность была уже тогда. Почтить память украинцев, погибших во Второй мировой, к могиле неизвестного солдата пришли и оппозиционеры. Это, наверное, самый светлый и самый великий праздник нашего народа, нашей страны. И никакие попытки его преуменьшить, они не пройдут. Люди все равно помнят о погибших. В каждой семье есть свои воспоминания. Через каждую семью прошла война. И люди всегда будут помнить о тех, кто отдал жизни за их свободу. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Аннуфрий, а служил у мемориала поминальную панихиду о тех, кто погиб на поле брани. Присутствовали на богослужении народные депутаты. Панихида посвящена памяти всех убитых в этой страшной войне, всех наших соотечественных, которые положили свои головы за нашу жизнь и за нашу страну. Украинский народ – это народ-победитель в Великой Отечественной войне. И это не надо никому забывать. То, что сейчас здесь происходило, это как раз дань памяти тем, кто сложил свои головы за нас, за наше будущее, за будущее наших детей. Идут попытки переписать историю, и ветераны чувствуют, что идут попытки преуменьшить их подвиг. А они эти страшные трагедии пережили на себе, они восстанавливали страну. И им больно и обидно за то, что пытаются сейчас преуменьшить это все, преуменьшить их заслуги. Вот это самое плохое, и страна, и государство, и власть, которая пытается забыть свою историю, это политический тупик, это путь в никуда. Поэтому мы будем всегда защищать наших ветеранов, мы будем всегда говорить о тех светлых историях нашей страны, тех подвигах, которые они сделали, для того, чтобы наше молодое поколение знало, какой ценой досталась свобода нашей стране. Торжества, приуроченные ко Дню Победы, продолжились у подножья памятника Родина-Мать. Там глава государства присутствовал на военной присяге, которую давали новобранцы президентского полка. И как президент Украины, я заслуживаю найглибшую повагу и шану всем ветеранам Другое святое войны, учасникам национального украинского визвольного руха, громадянам, которые зазнали жахи нацистских переследований. А как верховный главнокомандующий, я дякую украинским военнослужбовцам не обошлось в столице без провокаций. Столкновения начались возле офиса ОУН во время шествия бессмертного полка. Там колонну забросали яйцами и емкостями с краской. Затем в толпу полетела дымовая шашка. Позже столкновения радикально настроенных активистов с участниками марша произошли в парке вечной славы. Правоохранители сообщили о задержании 25 нарушителей порядка. Александр Васильченко, Анна Каменева, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Несмотря на столичный кулачный тренд, есть города в Украине, где день победы обошелся без потасовок и где у желающих была возможность почтить память погибших и сказать теплые слова ветеранам. В Черновцах день победы отметили праздничным парадом. На Соборной площади собрались ветераны и горожане. Они возложили цветы к памятнику солдату-освободителю. Некоторые принесли портреты родственников-фронтовиков. Сами ветераны пришли вспомнить товарищей, а вот традиционной полевой кухни в этом году не было. Организаторы решили отказаться от нее во избежание провокаций. В этот день мира, мира, самое главное, мир, все спокойно будет. Вышли, отметились, знаете, по ста грамм выпили, вспомнили погибших. И очень жаль, конечно, что сейчас наши парни гибнут, калеками делают, ну, зачем, кому это надо. Во Львове несколько десятков пенсионеров возложили цветы к холму Славы, где расположен мемориал в честь погибших солдат во Второй мировой войне. Сегодня там зажгли вечный огонь. Самый-самый лучший праздник на земле – это День Победы. Потому что перенесли такую войну, что дальше. А то, что ребята наши там погибают, очень жалко. Понимаете, надо что-то делать, чтобы этого не повторять. В Ужгороде празднование Дня Победы начали с официальных мероприятий. Чиновники возложили цветы к вечному огню на могилы павших в войнах солдат, в том числе героев АТО. Минуты молчания почтили память погибших. И целый день на холм Славы приходят жители города, как ветераны, так и их дети и внуки, с цветами. На груди у них прикреплен красный мак. Мы видели победу в лицо. Мы радовались этой победе, которой шли 1418 дней. Мы купались в лучах победы. Эти лучи давали нам настроение. Мы были счастливы. В Кропивницком масштабном шествии к мемориальному комплексу крепостные валы приняли участие более 5000 жителей города. К памятнику скорбящей родине матери приходили целыми семьями. Многие надели вышиванки и прикрепили к груди красный мак. Во время парада люди несли в руках портреты родственников, которые воевали во Второй мировой. А школьники шли с ручниками, где были вышиты имена их прадедов. Возложили цветы и минутой молчания почтили память защитников. Сейчас собираемся и задаем у всех, и бабусь и деду всех. Детям интересно узнать, что это, почему это. И чтобы не повторилось больше. В Кривом Роге День Победы начали праздновать в 4 утра. Этой традиции уже 45 лет. Именно в это время, в 1944 году, началось освобождение города от фашистов. На празднование 72-й годовщины Победы вышли ветераны, городские власти, народные депутаты, а также сотни горожан. Все началось салюта. Улицами города прошло торжественное шествие. Его возглавил легендарный танк Т-34, который во время войны дошел до Берлина. Участники парада несли в руках портреты своих дедов и прадедов, ветеранов Второй мировой. В парке имени Савицкого возле братской могилы почтили минутой молчания память героев и возложили цветы к памятнику. Последний бой был у меня 8 мая 1945 года в Курлянской группировке, после Берлина. И вот 9 мая мы должны были штурмовать. Но они сдались, 8 мая бросили оружие и утром 9 мая на рассвете пошли сдаваться в плед. А в Черкассах участие в марше ко Дню Победы приняли тысячи жителей города. Колонна формировалась с утра на Соборной площади и под марш духового оркестра тронулась к мемориалу погибшим во Второй мировой. В отличие от прошлогодних празднований, в этот раз шествие было без красных знамен и коммунистических атрибутов. Еще за неделю до 9 мая полиция провела профилактические беседы с активистами бывшей компартии о запрете подобной символики. Во главе колонны ехали ветераны. Многим из них уже за 90 и пеший поход им просто не под силу. Горожане щедро одарили их цветами. Как признаются сами ветераны, для них День Победы – праздник со слезами на глазах. Даже спустя 72 года они радуются, что тогда остались живы. С ними пили спирт, обедали, а после боя уже мы и не видели. Кончилась война, мы были очень рады. Я очень рад, что остался живым. Хоть и раненый, контуженный, но остался. В Херсоне ко Дню Победы состоялось несколько парадов. Местные власти отказались поддержать традиционное шествие от драмтеатра к Вечному огню. Марш предложили провести по короткому маршруту. Но люди по традиции собрались на старом месте и при поддержке местных депутатов от оппозиционного блока провели традиционное шествие через весь центр города. Все мероприятие проходило под усиленной охраной полиции. Пришедшие на марш несли фотографии ветеранов как Второй мировой, так и бойцов погибших в АТО. В результате обе колонны соединились в один митинг и все вместе мирно возложили цветы к Вечному огню и памятнику неизвестному солдату. Мы решили, что мы те традиции, которые были десятилетними в Херсоне, нарушать не будем. Сегодня на праздник пришло очень много людей. Для меня это день, это день памяти моего деда, который поиграл на фронте. Я не мог к ним прийти. Кирилл Ющишин, Елена Миндалюк, Ольга Поломарюк, Елена Брынза, Галина Якушко, Станислав Кухарчук, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер. Но не везде было так спокойно. В Днепре День Победы отпраздновали с драками и задержаниями. Есть даже пострадавшие. Что стало причиной конфликтов здесь? Давайте узнаем. В Днепре правоохранители начали патрулировать город с раннего утра. Готовились к худшему. У памятника славы пропускной режим. Полиция проверяет горожан с металлоискателем. Тем временем на аллее собрались тысячи людей со всей области. С портретами дедов-победителей пошли возлагать цветы к вечному огню. Но подойти близко к монументу не смогли. Дорогу преградили радикально настроенные активисты. Многие в военной форме. Лично я просил многих людей убрать флажки. Как социалистов, так и ОПО-блока, и Батьковщины. Вот как-то вот так вот. И георгиевские ленточки. После слов в ход пошли кулаки. Разнять людей в форме и участников марша пытались полицейские. Пресечь драку не удалось. Пострадали люди. Первую медицинскую помощь на месте оказали волонтеры Красного Креста. Парни отправили в скорую помощь. Одного отправили с ребятами в Мешниково. Остальные тут как бы по месту все. Просечение, травма головы, разбитые носы. О возможных провокациях День Победы знали, говорят участники марша, но надеялись, что полиция сможет их защитить. Мы выступаем исключительно за мир, выступаем за Единую Украину. К сожалению, были накануне заявления некоторых праворадикальных организаций. Я думаю, что именно они против мира Единой Украины. О том, что они будут мешать. Но мы защитим правду, защитим память и мы защитим наших ветеранов. Пока правоохранители пытались унять страсти у памятника славы, стычки начались в другом районе города. Возле государственного цирка драка возникла между сотрудниками полиции и молодыми парнями. Те отказались показывать, что несут в рюкзаках. В ход пошли дубинки. В итоге пострадали 14 человек. Среди них 6 полицейских и 8 участников акции. В отделении полиции города доставлено 15 человек. Их проверяют на причастность к столкновениям во время празднования Дня Победы. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Елена Медрюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Без потасовок не обошлось и в Харькове. И только благодаря беспрецедентным мерам безопасности. Порядок здесь охраняли почти 900 полицейских и курсанты Нацгвардии. Все же удалось избежать массовых столкновений. Ранним утром у аллеи, ведущей к мемориалу славы, собираются харьковчане. Ветеранов, воевавших на фронтах Второй мировой, очень мало. Участник Курской битвы и освобождения Харькова Павел Кузьмич пришел без медалей. С небросским букетом. Вспоминает, как встречал 9 мая 45-го. Ночью гневально закричал «Товарищи Победа!» Мы все поднялись, взяли в рушпарке свое оружие, патроны и стали давать салют с окон казармы. Так мы встретили в День Победы. Рядом собираются участники акций, держат в руках фотографии воевавших родственников. Колонны идут к монументу Родине Матери, поют песни военных лет. В этот момент молодые люди заприметили георгиевскую ленту. Завязалась потасовка. По пути к месту возложения цветов участников опережают и возглавляют шествие активисты с национальными флагами. По дороге спорят, мол, их старики с медалями никакие не ветераны. Я видел сегодня одного живого настоящего лентурана. Ему 93 года. Они живут, пока мы... 93, одного здесь я видел. Пожал ему руку. На подходах к памятнику Родине Матери в ход сразу же идут кулаки. Бойцы АТО уступают просьбе начальника полиции и позволяют возложить цветы. Но через плотный полицейский кордон перепалки продолжаются. Миллионы погибших! Праздник! Это праздник для вас, да? Да, Матери. Вы святку и погибли! Около 10 утра противоборствующие стороны разошлись, уступив место мирным харьковчанам, которые пришли отдать дань воевавшим землякам. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Беспорядки и в Одессе. Здесь конфликт вспыхнул во время праздничного шествия. Все подробности у Андрея Анастасова. С утра к памятнику неизвестному матросу одесситы идут не только с цветами, но и с фотографиями своих родственников, участников Второй мировой. Людмила Шаповалова принесла портрет дяди фронтовика. Как же забыть о нем. И вот я сегодня иду, чувствую, он рядом со мной. Вот мы идем и радуемся, что вот это такой великий день погоды. Это же такая радость для всех. Подобным образом к акции присоединили сотни других одесситов. Люди с портретами буквально заполонили всю аллею славы. Одесса, главный герой! Одесса, главный герой! Ура! Ура! И вот тут началось. Один из активистов, представитель правых сил, неожиданно поднял над толпой портрет Романа Шухевича. Вот в центре видна эта фотография. Окружающим это явно пришлось не по душе. Началась толкотня, которая моментально переросла в массовую драку. Ура! 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 Стоять! Стоять! Конфликт полицейские довольно быстро утихомирили, но участники акции возмущаются портретом Шухевича. Их намеренно спровоцировали. Вот этот портрет взял и провоцировал людей. Бабушки, старушки стали его бить. И бить его вытаскали. У нас другие герои. Другие. И это нужно поважать. Их оппоненты возражают. Наоборот, это их спровоцировали. Георгиевскими лентами и выкрикиванием антиукраинских лозунгов. Наши активисты забрали и стойно принесли сюда. Забрали человека, который хотел эти стрички раздать, скажем так, тем людям, которые кличут сюда Россию. Всего же за день в райотделы одесской полиции были доставлены 15 человек за различные правонарушения. От использования запрещенной символики до мелкого хулиганства. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Запорожье участников шествия с портретами ветеранов не пропускали к мемориалу погибшим солдатам. Чем завершился праздничный марш здесь? Подробнее наши корреспонденты. В Запорожье чествование началось с провокации. Когда около сотни участников акции с портретами ветеранов двинулись к колеи славы, дорогу им преградили радикально настроенные молодые люди. Якобы заметили у нескольких пенсионеров георгиевские ленты. Спорную символику решили отобрать силой и заблокировали движение марша. Участники марша простояли у стен мэрии около часа. Полицейские выстрелились цепью и разделили идеологических противников, чтобы не допустить столкновений. Когда на аллее славы завершились официальные мероприятия и большинство людей разошлось, участники марша снова попытались пройти к мемориалу. Но тут уже без потасовок не обошлось. В ход пошли кулаки и даже слезоточивый газ. Досталось даже начальнику патрульной полиции. Я не знаю, я постоянно находился тут в эпицентре событий, я не знаю, что до затриманных, сколько, не знаю. А группа молодых людей с целью высмеять участников марша присоединились к шествию с портретами героев популярного сериала «Игра престолов». Изображение стилизовали под фото военных лет. Но шутка осталась неоцененной. Возложив гвоздики к мемориалу погибшим воинам, участники акции разошлись. Позже стало известно, за потасовки задержали несколько человек и буквально сразу отпустили. Полиция отчиталась, существенных нарушений общественного порядка во время праздничных мероприятий не зафиксировано. Виктор Ткачук, Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал «Интер» Запорожье. В Николаеве между представителями правых сил и воинами-афганцами завязалась драка. Одного из участников шествия возмутил красно-черный флаг в руках демобилизованного воина АТО. Потасовка произошла возле монумента героям-альшанцам, освободителям Николаева. Еще несколько конфликтов вспыхнули по ходу движения колонны. Беспорядки были оперативно погашены полицейскими. Двоих участников шествия уже доставили в райотдел. В нас полиции сообщают, что в массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч человек по всей стране. В оппозиционном блоке уже потребовали расследовать все случаи нарушения прав участников этих акций. Такое заявление появилось во второй половине дня на сайте этой полицейской силы. Сегодня, цитирую, наши соотечественники и в столице, и в регионах столкнулись с насилием. Оппозиционный блок считает недопустимыми попытки переписать историю и навязать Украине идеологию неонацизма. Власть, покровительствуя неонацистам, нарушает Конституцию. Конец цитаты. В партии обещают помочь жертвам физических расправ со стороны националистических организаций, в частности, оказать им юридическую поддержку. Празднование Виктори Дэй или Дня Победы в Европе прошли и в Великобритании, и во Франции о торжествах на западе и на востоке континента. Подробнее в материале. К памятному мемориалу, что расположен в столице Германии, сотрудники украинского консульства и немецкие дипломаты перешли вместе. В руках национальные флаги и цветы. Среди приглашенных герой нашей страны Владимир Жемчугов и его супруга, а также члены семьи бойцов, находящихся в плену у боевиков на Донбассе. Новый формат, призначение свято 8 марта. Мы очень рады, что в этот момент эта церемония уже действительно нашла много тех, кто понимает совсем по-другому те события, которые произошли 72 года назад. В Великобритании, Франции, США, государствах-победителях гитлеровского режима это событие по традиции отмечают более 70 лет подряд. Первые лица стран-участниц антигитлеровской коалиции не забывают о участниках самой масштабной и кровавой войны в истории человечества. Например, королева Елизавета и принц Филипп после встречи с ветеранами приняли участие в церковном богослужении. А вот мероприятия на Красной площади в Москве впервые за долгие годы прошли под пасмурным небом. Коррективы внесла погода. Из-за внезапно выпавшего снега воздушный парад решили отменить. В Беларуси по традиции главные торжества состоялись в центре Минска. Памятнику погибшим солдатам президента республики возложил цветы. Практически идентичные мероприятия прошли и в большинстве других стран СНГ. О событиях и последствиях Второй мировой не забывают даже в Средней Азии. В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. Они не забываются и живут в наших сердцах. Для участников тех событий ужас войны это тяжелое воспоминание. Оно не покидает их до сих пор. И для большинства солдат, пожалуй, самая главная мысль сводится к нескольким простым словам. Никогда снова. Оксана Кундеренко и Данил Русаков. Подробности. Телеканал Интер. День Победы отмечают и в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел Украины сейчас находится в Вашингтоне. Какова цель его визита и что Павел Климкин думает о завтрашних переговорах госсекретаря Рекса Тилерсона с российским министром Лавровым. Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Знаменитое Арлингтонское кладбище, основанное для захоронения тех, кто погиб еще в Гражданскую. Здесь вся семья Кеннеди, известные военные, любимые страной астронавты. По закону здесь же, рядом со знаменитостями, покоятся рядовые участники всех войн. И афганской, и иракской кампаний, и Второй мировой. В День памяти и примирения министр иностранных дел Украины Павел Климкин возлагает синий-желтый венок к мемориалу неизвестному солдату. Церемония скована строгими правилами протокола. Однако дипломат уверяет, для него это неформальность, связанная с исторической датой. У украинцев и американцев ведь так много общего в борьбе за свободу и справедливость. Украинский министр в Вашингтоне три дня, и по его же собственным словам, это нельзя назвать формальным словом «визит». Дело в том, что в американской столице сейчас проходит заседание базовой подгруппы Мюнхенской конференции по безопасности. Так вот, для украинского дипломата это отличная возможность в закрытом режиме, без камеры прессы, поговорить со своими коллегами о вопросах безопасности, но в том числе и об Украине, о ситуации на востоке страны. Для украинских дипломатов одной из главных тем этих переговоров будет освобождение политзаключенных и заложников, находящихся сейчас в России. Ведь, по словам главы МИДа, во время консультаций с коллегами по нормандской четверке, французами и немцами, тема безопасности неотделима от еще одной – темы морали и эмоций. Среди других вопросов традиционно – возможности давления на Россию. На разных заседаниях конференции буду говорить про Россию, как агрессора и державного спонсора терроризма. На жаль, мы имеем в сегодняшней безопасной ситуации страны, которые одночасно встегают и брать участие в войсковой агрессии, и поддерживать терроризм на державном уровне. Параллельно с визитом Павла Климкина в эти же дни в Вашингтоне находится и глава российского МИДа Сергей Лавров. Встреча двух министров не предусмотрена. Дело в том, что уже завтра российский министр Лавров встречается с американским госсекретарем Тилерсоном. И здесь в Вашингтоне к этим переговорам огромное внимание только потому, что Госдеп уже проанонсировал две их главных темы, а это Сирия и Украина. И очень может быть, что Москва в качестве условия для уступок по первому вопросу попросит определенного смягчения позиции Вашингтона по вопросу второму. И в Киеве очень рассчитывают, что Тилерсон будет поддерживать украинскую позицию. Хотя бы потому, что несмотря на то, что человек он в дипломатии новый, с происходящим на Донбассе он знаком и очень детально. Он сейчас понимает не просто загалом логику нашей общей позиции, а понимает все детали. Сейчас дело за тем, чтобы он тиснул на Лаврова. Впевнен, что Тилерсону должен удастся, Климкин также напомнил простую фразу вице-президента ПЭНСа, сказанную в разговоре с Петром Порошенко. Мы с вами. Мог, когда говорят такое, поддержки не может быть больше или меньше. Она просто есть. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер. Несмотря на праздничные дни, на Донбассе не утихают обстрелы. Боевики с начала суток 32 раза атаковали позиции украинских военных. Об этом сообщают в пресс-центре АТО. Один военнослужащий погиб, и еще один получил ранение. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Авдеевская промзона – одна из самых горячих точек в зоне АТО. Прошедшая ночь выдалась очень неспокойной. Вечером в районе 8 вечера была очень сильная огневая перестрелка. Мы думали, что все перебежали в атаку. Но, как все хлопцы, перед которым я говорю, выявилось, что просто устроили огневый налет. Мы стреляли тоже, ответили их, чтобы они заткнулись. Интенсивные боевые действия велись до самого утра. Не обошлось без пострадавших. Военным медикам пришлось потрудиться, эвакуируя раненых прямо с передовой. Там новые сепарапаны ехали, которые хотят больше активности боевой. И поэтому начинают обстреливать разным калибром. Вчера так довольно сильно обстреляли. У нас двое раненых. Ну, один у меня был, и один у наших коллег. Мы тут на два направления работаем. У меня был немного легче, и там был немного тяжелее. Даже думали, что это уже не довезут. Но довезли, эвакуировали, но Днепр лежит. Осложняет обстановку наличие растительности с густой листвой, так называемая зеленка, благодаря которой боевики подбираются ближе к позициям украинских военных. Впрочем, к этому на промке уже привыкли. Гірше видно местами, но уже настолько фронт выучен и пристрелено все. То есть, голову не дают хлопцам подняться противника. А всего в паре километров военные представители местной администрации поздравляли немногих оставшихся в Авдеевке ветеранов Второй мировой с праздником победы над нацизмом. Но лучшим подарком для стариков, конечно же, будет окончание нынешней войны. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам спокойного вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова